Девушки отдыхают Включился Константин Подвальный, управляющий Кировским отделением Сбербанка. И Константин представит свою спутницу. Это Ольга Рудакова, руководитель маркинга отделения Сбербанка. Просто хотелось, чтобы вы именно представили, потому что мы Ольгу вводим, но микрофон ей не поставили. Мы не дали распоряжение, мы так внезапно, у нас импровизация. Если сейчас нам звукорежиссер поставит микрофон, будет чудесно. И вообще мне очень нравится, когда в студию, прямо в процессе эфира приходят люди, они присоединяются к нашей беседе. Жизнь происходит прямо здесь. И мы, кстати говоря, приняли решение о том, что Оля во втором части, Оля Шебека остаётся, именно потому что поняли, что приходит Сбербанк, и здесь есть о чём поговорить, есть пересекающиеся темы. Да, Ольга, пожалуйста. Да, я очень рада, что так всё сложилось. Я думаю, что это просто знак, потому что Сбербанк — это генеральный партнёр открытия творческих мастерских в нашем центре, и мы продолжаем сотрудничество. Я очень надеюсь, что и Сбербанк тоже доволен сотрудничеством с нами. Мы надеемся, что из этого вырастет долгая и красивая история, потому что это, правда, здорово, когда люди объединяются ради совместных целей, а мы надеемся, что у нас цели совпадают. Поэтому большое спасибо за всё, что вы для нас делаете. Оль, мы рады помогать. Да, вот я хотела, значит, почему именно оставила Олю, и почему хотелось именно с этой темы начать. Мы подробно освещаем деятельность организации «Дорога и добра». И когда передали помещение на Роза-Люксембург, огромное помещение в старом здании, правда, очень большое. Сколько там метров? 500. 500 метров. Это просто очень много. Аня особенно может оценить ремонт, любит Аня делать. Представляете себе, сколько это безумное количество сил. Я думаю, что если бы я увидела это количество квадратных метров... Ой, не надо мне вашу желтожность сказать. Мне бы, наверное, было страшно. Ну, просто вот это огромная, конечно, ответственность. И то, что хорошие компании не бросают людей, вот девочек «Дорога и добра» не бросают одних на эти страшные запущенные квадратные метры за это им, конечно, большое спасибо. Ну, вот так, чтобы не остались обиженными другие помощники, а мы сейчас поподробнее все-таки расскажем, что Сбербанк делал для этого дома. Давайте хотя бы несколько еще назовем компаний, которые, или людей, которые помогали вам в ремонте. Их так много, что прям не могу собраться с мыслями. Никто не обижаетесь, поздравляем всех, кто участвовал. Да, мы очень благодарны и любым суммам пожертвования, потому что очень разные. Компании перечисляли по 5 тысяч рублей, и все равно это было здорово, потому что это приближает нас к результату и к нашей цели, к помощи детям с особенностями развития. Это Кировспецмонтажи, завод приводных цепей. Аптека номер один, ВТБ-24 тоже там поучаствовал, да, коллеги Сбербанка, Самобранка, Чудо-хлеб, Коммунэнерго. Я предполагаю, что Света просто смотрит на нашу стену. Мне кажется, стена у вас еще тут непродленная. Где наш логотип? На мой взгляд, очень важно то, что не только компании могут поучаствовать. Девушка, уникальная идея, что ты можешь купить кирпич и сделать свой вклад в ремонт этих мастерских, это уникальность в том, что это осмысленный вклад. Ты не просто перечислил денег в какой-то общий котел. И забыл. Да, ну и забыл, и даже не знаешь, как они потрачены. Это всегда очень обидно. А ты купил кирпич, который лег в основу этого ремонта. Да, это символический кирпич, но ты знаешь, что он пошел точно в эти 500 квадратных метров создания для ребят той среды, где они могут развиваться и расти. Вот очень всегда вопрос возникает очень важный. Когда думаешь про какую-то акцию, думаешь, надо пойти в банки. Ну и прежде всего в Сбербанк. Деньги все там, они, конечно же, помогут, а здесь всегда бывает выбор, потому что и даже к нам обращаются очень часто, и надо сказать, что мы не всем можем оказать поддержку, точно так же, как и люди, которые в принципе в этом процессе благотворительности участвуют. Когда к вам обратились, и как вы узнали вообще про необходимость ремонта нового дома, дорогу и добра? Как принималось решение? Почему? У Сбербанка есть свой благотворительный фонд, называется «Вклад в будущее». И он ориентирован на развитие детей. На развитие детей разных. Почему именно эта тема выбрана? Потому что Герман Оскарыч очень часто говорит о том, что... Греф Герман Оскарыч очень часто говорит о том, что нам нужно готовиться к будущему, а в будущем важно развитие определенных компетенций. Софт-скиллс, мягких навыков, в том числе эмоционального интеллекта. И фонд «Вклад в будущее» ориентирован именно на эти программы, которые позволяют нашим детям подготовиться к непростому будущему, связанному с информационной перегрузкой, скоростью изменений, неопределенностью. В том числе мы много говорим там красивое иностранное слово «инклюзия», которое, в общем-то, подразумевает простые вещи, что люди с особенностями развития живут на равных правах в обществе и имеют такие же возможности, как и все остальные. А для этого еще надо очень много в России сделать. И вот фонд «Вклад в будущее» первым начал сотрудничать с фондом «Дорога и добра». Кировское отделение Сбербанка, узнав об этом знакомстве, подключилось. Я подключился, ребята наши подключились. И мы смогли там где-то материально помочь, где-то инициативно помочь. Ну и нам очень понравилось. Глаза горят. Не только у Ольги, у всех в этом фонде глаза горят. И мне импонирует их жизненная позиция. Вот почему мы сюда вот вошли, в этот проект, импонирует жизненная позиция. Это не просто протянуть руку и, наверное, говорить «помогите, у нас вот такая беда, вот надо просто помогите, мы ничего больше делать не можем». Эта позиция, наверное, некого шантажа слабостью была бы, да, у них другая. Я удивился, ребята делают прекрасные рисунки. Они делают самые качественные фирменные футболки. Я купил три. Воспитанники, воспитанники, да, дорогу добра. Ну, воспитанники, да, дорогу добра рисуют рисунки, но вот Ольга с девушками находят правильные футболки, качественные, да. Одну из них мы вместе с Ольгой даже продали на боготворительной ярмарке нашему губернатору Игорю Владимировичу на зеленом марафоне Сбербанка. И он тоже с удовольствием приобрел одну из футболок, да. И обещал тоже в ней ходить. Да, и обещал даже в ней ходить, потому что мы рядом стояли в этот момент. Мы его спросили потом, мы его пригласим в студию в эту футболку. Они делают отличные магнитики, открытки, понимаете, они проводят какие-то акции. То есть они как раз детей вовлекают в жизнь, и они вовлекают, наверное, общество в знакомство со своими детьми. И мне это очень понравилось, импонирует, это такая активная позиция. Мы, конечно, не могли не помочь, мы здесь пошли на встречу. И Константин Георгиевич тоже сделал удивительную для нас вещь, просто поразил до глубины души в хорошем смысле этого слова, когда он посвятил свой день рождения помощи нашей организации. Это была просто прекрасная акция, по-моему, она произвела большое впечатление не только на нас, но и на всех, кто о ней узнал. В свой день рождения Константин Георгиевич попросил не дарить ему подарки, а сделать пожертвование в наш центр. И это просто было очень-очень душевно, очень здорово. Не имей 100 рублей, имей 100 друзей. А как ваши друзья, кстати, к этому отнеслись? Они нормально, очень хорошо к этому отнеслись. Из разных городов ребята перечислили деньги, просто им это смогли упаковать в один хороший подарок, сделали свой вклад, своего кирпича в создание мастерских. Кирпич прямо получил. Хороший, не будем называть суммы. Так, хорошо. Смотрите, мы примерно рассказали и раньше рассказывали, что было сделано в этом году в центре на Роза-Люксембург, но там еще большой кусок работы, гигантский. Вы продолжаете сотрудничать? Да, мы имеем планы сотрудничества на следующий год. Мы будем продолжать эту работу. То есть вот левое крыло, про которое мы говорили. Как приятно чувствовать, правда, что сидишь хорошо в гостуле. Это удивительное чувство, да, когда на самом деле можешь на кого-то опереться. Это здорово. Вот, и малышей, как нам уже с Аней Олей рассказала, что малыши уже с рождения до трех лет получат свою поддержку в этом центре. И что очень важно, это ребята, которые ступают во взрослую жизнь. Это тоже, да, большая-большая проблема. Там совершенно другие истории уже, другие необходимости, другие специалисты. Еще люди, 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 которых надо обучать, которых нужно вводить в состав, которых нужно лицензировать. Да, я не знаю, лицензируете вашу жизнь? Нет, мы не должны быть в социальные услуги. А, социальные услуги, да. Это интересно, кстати, надо отдельный эфир по этому поводу сделать про специалистов. И здесь вот еще до перерыва есть у нас минутка. Надо вспомнить еще одну историю, которая получила свое продолжение. Это совместная деятельность Сбербанка и Дорогой добра. Детско-инклюзивная смена в пионерском... Пионерском... В детском лагере. В детском лагере. Березка. Белочка. Белочка. Белочка в этом году была. Мы о ней рассказывали здесь, в этой студии, да, как это все у вас получилось, скольких усилий потребовалось пробить эту смену, и как успешно она прошла. Хочу вам сказать, друзья, что я была два дня назад на соответствующей комиссии в общественной палате. Комиссии так много, что я уже путаюсь на... Вы об этом обсуждали как раз итоги летней оздоровительной кампании. Обсуждали итоги летней оздоровительной кампании. Георгий Барминов, который занимается молодежной политикой, он в том числе отчитывался за эту самую кампанию оздоровительную, он сказал ключевую и радостную для нас с вами весть, что правительство Кировской области, проанализировав опыт, который был этим летом осуществлен вами, товарищи, планирует в следующем году увеличить количество инклюзивных летних смен в наших лагерях отдыха для детей. Я вас поздравляю с увеличивающимся объемом работы. Прекрасно. Мне кажется, что вот это результат. Это замечательно. Спасибо. Мы лишь веку отпускаем. Через полминутки снова в этой студии с нашими друзьями из Сбербанка. Спасибо. Продолжается программа «Дневной разворот». Второй добрый час в эфире нашей радиостанции. И мы говорим со специалистами Сбербанка Константином Подвальным, управляющим Кировским отделением ПАУ Сбербанк. И с Ольгой Рудаковой. Я не знаю, Оля, наше всё. Мы через неё все наши акции, предложения, сумасшедшие идеи обсуждаем, которые возникают. И мне очень приятно, что мы здесь, специалисты нашей радиостанции, наши коллеги, друзья по благотворительным программам и различным другим городским программам, нашли в лице Ольги. Я сейчас смотрю на управляющего, чтобы он оценил сотрудника. Да, нашли. Я плюсики ставлю. Соратника нашли. И вот мы в первом части анонсировали благотворительную ярмарку «Счастливый Новый год», которую проводят наши коллеги из «Дорога и добра». Вот только что Ольга Шебека ушла из студии. Напоминаю, 17 декабря с 18 до 18 в торговом центре «Джемол». И выяснилось здесь в процессе обсуждения, потому что, конечно же, мы разговоры, разговоры бесконечные. Что ярмарка будет не одна. И да, и Сбербанк тоже проводит благотворительные ярмарки. Расскажите, пожалуйста, про это. Что сейчас происходит и где? Ну, наверное, Оле слово. Несмотря на осевший голос, да? Да, несмотря на то, что немного голос подвел меня сегодня. Всем еще раз добрый день. Да, в продолжении темы благотворительности мы на самом деле не останавливаемся на завершении определенных проектов. Мы движемся постоянно вперед-вперед. И в преддверии Нового года также идея вот этих ярмарок, она есть. И сейчас во многих офисах Сбербанка проходят благотворительные ярмарки. И самая, наверное, масштабная ярмарка состоится в нашем центральном офисе на Дериндяево, 25, 20 декабря. Поэтому мы всех слушателей радио приглашаем 20 декабря в наш офис Сбербанка на Дериндяево, 25. Ну, надо сказать, это район театральной площади. Район театральной площади. Это наш центральный офис для того, чтобы мы с вами совместными усилиями помогли тем людям, которые действительно с большими благородными целями находятся сегодня здесь, сейчас с нами. Очень интересно, с этих ярмарок куда средства пойдут? Уже определили? Я думаю, что фонд Дорога и Добра, они сами формируют те потребности, которые им нужны. Мы всегда готовы помогать в любых направлениях, потому что мы знаем, что каждое из направлений Дорога и Добра, оно осмысленно, оно масштабно и в первую очередь направлено на детей. То есть вот эти ярмарки, они тоже идут в фонд Дорога и Добра? Конечно, безусловно. А все условия того, как работает фонд со средствами, которые пожертвовали, мы в первом части очень-очень подробно разобрали, и хорошо. Вот теперь мы знаем, что и эти ярмарки... Очень прозрачные отчеты, да. Да, которые в Сбербанке, они тоже туда. Я уточню у Ольги время, потому что мы его не назвали. Вы пригласили кировчан. Во сколько? С 12 до 6. А, тоже 6 часов. С 12 до 6 часов. 20 числа на Дериндяево, 25, здесь, на Театральной площади, в главном корпусе. А там у вас что на этой благотворительной ярмарке продается? Мы продаем ту же продукцию, ребят, из Дорога и Добра. Мы о ней уже сказали. Да, мы о ней уже сказали. Сокращаем время. Сотрудничество наше развивается. В первом части все было не продаем, а обмениваем на пожертвования. Да, да. Вот надо привыкнуть к этой формулировке, тоже это очень важно. Не все детские темы мы уже осветили. Вот сейчас за это время напомнили мне коллеги, когда пришли, потому что мы об этом говорили на наших встречах с БерТокс. Надо будет об этом тоже сказать, что такое вы затеяли и с трендмейкерами, и с Мишниками в городе Кирове. Но вот именно на одном из собраний таких, которые организовал Сбербанк, я помню свое первое собрание, и у меня такой скепсис был, прям потом расскажу. Нет, вам-то я сразу сказала, да, помните? Я под глазом сразу прочитал Супран. Скепсис был страшный совершенно. И мы зацепились языками, мне кажется, друг за другом, почувствовав это. Да, 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 абсолютно. Буквально там полтора часа, не то чтобы негатива, но такого было от меня. Ну, острого диалога получилось. Но, смотрите, и там как раз рассказывали про эмоциональный интеллект и про то, что Сбербанк хочет каким-то образом участвовать в образовании наших ребят в школе, просто в общеобразовательной школе. И что это такое, и как это все будет происходить. И я тебе скажу, почему у меня такой там был скепсис, ай, какую-то, значит, новую примочку. Ну, я что-то где-то читала, что они тут говорят, там, Сбербанк, зачем они собрали нас. А дело-то пошло, Ань, понимаешь? И оно пошло на такой серьезный уровень. Оно пошло, это дело, наши опорные школы, которые сейчас формируются в регионе, в муниципалитетах, в области. И вот здесь нужно рассказать, что за проект, где мы сейчас находимся, где вы сейчас находитесь в этом проекте. Буквально пару слов хотелось бы сказать, что такое эмоциональный интеллект, и зачем вообще это нужно. Эмоциональный интеллект имеет четыре составляющих. Первая — это самоосознание. А как человек себя понимает? Если человек понимает, что он чувствует, это уже ему легче справиться со своими эмоциями. Вторая часть — это управление собой, что тоже немаловажно в нашем мире. Третья — эмпатия. Встань в тапки товарища. Да, умение сопереживать и встать на место другого. Попробуй научиться сопереживать, встать на его место, почувствовать его чувства и понять его мотивацию. Ну и четвертая часть, когда ты все это научился делать, ты сможешь выстраивать отношения в обществе и управлять ими. Тебе станет легче и веселее жить. Конечно, лучше всего этому учиться с детства, встраиваться в социум. И поэтому у фонда «Вклад в будущее» есть программа подготовки преподавателей, школ, для того, чтобы те, в свою очередь, смогли уже развивать эмоциональный интеллект в детях. То есть, по сути дела, это дополнительная школьная программа, которую мы сегодня уже презентовали правительству Кировской области, получили поддержку. И мы начинаем работать со следующего года по подготовке тьютеров. Здесь, в Кирове, ряд школ выберем, подготовим учителей. Они уже будут мультипликаторами этой программы. Дальше будут заниматься с ребятами. То есть, это не только оборудование? Она не разовая. Она отнюдь не касается какой-то спонсорской помощи. То есть, это уже некое долгосрочное сотрудничество фонда, благотворительного фонда Сбербанка и преподавательского, надеюсь, сообщества Кировской области по развитию эмоционального интеллекта у детей. Здесь есть очень тонкий момент по выбору школ. Потому что это здорово, чтобы поддержало правительство. Потому что было бы странно отказаться от такой идеи, когда она там есть. Потому что это вот та история, когда мы, помнишь, они тут тоже образование обсуждали, финские школы приводили в пример и прочее. Чему учат детей? Через что? И это история, с которыми сталкиваются родители, и в основном в подростковом возрасте своих детей, когда они понимают, а что происходит, почему дети впадают в депрессию, кидаются в соцсети, не понимают, где себя искать. Особенно в современном мире, когда это одиночество в сети, что называется, это реальность. У нас сегодня моя дочь просто красной нитью проходит, что это образец. Но возраст как раз тот самый. И мы за эту неделю стали посещать, например, какие-то секции, включились. И я вижу, что насколько она по-другому. Вот сейчас ей 12-й год, да, вот 12 исполняется. Насколько она по-другому реагирует на ребят, которые там есть. Насколько она там либо съёживается, либо там колючки выпускает и ещё что-то. Как у них изменились отношения в классе. Какие разговоры пошли по тому, как они будут устраиваться в жизни, куда они пойдут поступать. И они вот в этом всём, у них нет цельного, понимаешь, спокойного представления об этом. Если родитель постарался, сильно-сильно в дом проходят эти работы над эмоциональным интеллектом, тогда да. Но нам в нашем темпе практически некогда. А тьютеры, заваленные бумажные работы, вот, кстати, нужно будет вам над этим подумать, чтобы, несмотря на то, что правительство вас поддержало, чтобы это не переросло в бумажную работу только. Чтобы они ещё по эмоциональному интеллекту не отчитывались огромным количеством бумаг. Конечно. А была бы эта практика. Потому что они не испугаются, правда, сразу. Мы знаем за 4 тысячи в месяц, какой объём бумаг только нужно переломить. Мы хотим искать людей, которые готовы, в первую очередь, работать над собой. Я хотела как раз спросить у вас, Мы вечером домой приходим, хочется расслабиться и отдохнуть, да, детям уделяем не так много времени. И, может быть, не сдержаны в словах бываем в отношении своих детей. То есть здесь тьютеры нужны, чтобы они сами. Я хочу. Да, конечно. Не то, что назначили Дмитрий Александрович Курдюмов в школу. Вот вы будете эмоциональный интеллект сейчас развивать. Нет. Это должны быть такие же люди, как ваши коллеги из «Дорогой добра» или как Ольга Рудакова с горящими глазами. Таких Кирове много. Я уверен, что мы найдём. И как раз начало программы начнётся со сбора директоров школ, и мы будем презентовать эту программу. Ой, у меня предложение Сбербанку. Давайте интегрировать развитие эмоционального интеллекта в наш совместный проект с опорным вузом «Открывашка». Вот там дети сидят как раз экспериментального возраста. Давайте посмотрим, как интегрировать её в вашу программу и транслировать эту идею через эфир прямо. Это будет здорово. У меня небольшое уточнение такое. Я правильно понимаю всё-таки, что это будет кто-то из числа школьных педагогов? Да, конечно. Или это будут люди со стороны? Нет, эта программа, она сертифицирована. Специально обученные люди, разработчики программы научат ряд педагогов здесь, в Кирове, и они станут тьютерами, которые будут дальше уже обучать других педагогов. Но в конечном счёте до детей будет доносить это школьный учитель. И наша задача, чтобы школьный учитель сам это принял, прочувствовал ему, было это интересно, и он доносил. Понятно, это не будет раскатываться там насильственно на всех, поэтому мы будем искать энтузиастов и посмотрим разницу. Прям волонтёров или они всё-таки будут оплачиваемыми специалистами? Это часы преподавания. То есть, вот, да? А это оплачиваемо будет из бюджета области или Сбербанка? Мы с этим ещё пока вопросом работаем. Потому что это будет вопрос. Новые ставки — это всегда вопрос. Потому что, видишь, ты говоришь тьютеры, то есть вот в гимназии, где учится твоя ЗОСЯ, тьютеры есть. Для обычной школы это такое понятие... Классные руководители. Мне кажется, да, они очень привычные. Это классный руководитель совмещения учительской должности и классного руководства. Это будет вопрос, это тоже надо решать. Но всё-таки опорные школы тоже получают кое-что, да? Расскажи. Да, мы ещё введём в Киров ещё один проект, где ребята могут поближе познакомиться, практически познакомиться с наукой. И с наукой, наверное, не из учебников, а своими руками, что называется, пощупать. Первый проект мы хотим привезти в Киров. Микроскопы, которые могут сами ребята собирать и заниматься в классе, там, препарируя растения лук, как мы в школе лук. Препарируя лук. Но нам-то в школе микроскопы раздавали. Микроскопы раздавали, да. А здесь ты его сначала сделаешь своими руками, и что интересно, он из картона. То есть оказывается, даже из картона можно сделать микроскоп, и потом изучать, писать. И программа включает в себя не только, конечно, сделать микроскоп, и посмотреть в него, но ещё сделать некий проект. То есть ребята должны познакомиться с научной деятельностью. Когда ты что-то изучаешь, потом ты умеешь это документировать, ты умеешь сделать проект и презентовать. То есть это знакомство ещё и с проектной работой. Надо не только разработать что-то, но и уметь это показать. И это будет в программе работы с этим микроскопом. В программе современных детей есть эта проектная работа. И в каких-то школах, с начальной школы, добровольно тогда, и таких детей обычно находится один-два в классе, где родители-энтузиасты. А вот с нашего возраста, с пятого класса, проектная работа, это обязательная программа. Там есть предмет отдельный, раз в неделю проектная работа. Боже мой, чем только они там не занимаются, я вам скажу. Отлично. Это же хорошо. Ты мне сейчас сказала, боже мой, как будто это плохо. Я бы, конечно, как ребёнок, который в школе, можно сказать, жил в микроскопе вот так вот. Почему и на геофаг поступала, биология, география. Я бы, если бы нам, конечно, такую историю в школе дали. Я понимаю, что Зося не будет сидеть за микроскопом. Хотя я бы вот хотела. У нас история была больше процессная. Понимаете, мы погружались в процесс, но не шли к какому-то результату. Нет, не презентовали, потом не находили. Такой задачи не было. Было там изучать, изучать, глубже изучать, учись, учись, учись и дальше учись. А сейчас ты учишься для того, чтобы что-то создать. И дальше это ещё суметь продать. Ну, к сожалению или к счастью, общество изменилось так. А здесь тебе ещё руки инструменты. Тебе дают инструмент социализации, опять же. Прекрасно. И всё, и это тоже поддержано правительством. И я так понимаю, что это как раз будет на вновь создаваемых опорных школах производиться. Надо напомнить просто, что... Опорные школы, они в районах, надо об этом тоже сказать. В районах. Мы сейчас прервёмся. Буквально на полторы минуты у нас реклама. И снова вернёмся в студию с Ольгой Рудаковой и Константином Подвальным. Продолжается разговор. В нашей студии душевный и добрый разговор. Второй уже сейчас подряд. И мы здесь беседуем с нашими друзьями и коллегами и во многих проектах Ольгой Рудаковой и Константином Подвальным. Сбербанк. ПАО Сбербанк. Я не знаю, ПАО надо говорить ведь, да? Скажи. ПАО. На всякий случай. Для всех, кто контролирует. ПАО, я говорю. И я уже упомянула, что Сбер запустила с этого лета, по-моему, насколько я помню, такой проект, который называется СберТокс. И, понятно, он обозначается регионом 43. Мы уже рассказали здесь с Константином Георгиевичем, как мы там встретились и познакомились, и друг другу сразу же понравились первые минуты. Да, да, да. Оля там была свидетелем, кстати говоря. Да, но я не очень понимала, на самом деле, зачем нас всех собрали там, да? Кого только не было. Сейчас, я думаю, Ольга расскажет нам подробнее. Да, зачем нас всех собрали, и долго-долго я въезжала в эту тему. А потом у нас пошла работа. Ну вот, Оля, давайте презентуйте, что это такое. Да, я, наверное, начну с предыстории, почему мы начали вот этот проект. Началось всё с простого. Началось с того, что я пришла в Сбербанк. И мне нужно было узнать поглубже всю общественность, нащупать тех лидеров мнений, через которых, собственно говоря, формируются общественные мнения. И вот первая задача этого проекта была именно такая. Но мы никак не могли ожидать, что этот проект перерастёт в столь большую историю. И, наверное, это правильно. Потому что изначально мы позвали людей. Сбертолк означает, что Сбербанк что-то рассказывает полезное. Я всегда отмечаю, что уникальность этой компании в том, что это не закрытая система. То есть если есть какие-то ценности, которые созревают внутри компании, они всегда делятся с друзьями, с внешним миром. И идея первая была как раз в этом, что мы делимся какими-то открытиями, какими-то секретами со своими друзьями. Но на первой встрече, когда мы начали изучать новую схему блокчейн, которую сейчас обсуждают на каждом углу, мы поняли, что здесь мы собрали людей, единомышленников, с которыми можно идти с любимыми проектами. И уже наметили, то есть мы первый раз собрались 17 августа, то есть по факту еще даже полгода не прошло. Но за вот это время, недавно прошла вторая встреча, нам удалось добиться многих результатов, удалось провести немало проектов. И один из таких проектов как раз касался Ленина 200. Я думаю, мы сейчас подробно об этом поговорим. То есть мы создали инструмент, мы создали сообщество людей, с помощью которых мы можем делать этот мир лучше, мы можем менять людей, мы можем направлять людей в то русло, из которого может созревать развитие цивилизованного, образованного, осмысленного общества. Давайте напомним, Ленина 200 – это интернат для пожилых, для пожилых, для инвалидов, да? Да, с этой историей как раз-таки пришла Светлана на первую встречу. Но опять же подчеркнем, что она… Ну я с ней не пришла, я ее там на процессе… Она созрела, озвучила, озвучила. Да, она созрела как раз в разговоре на этой встрече. И мы буквально там, наверное, недели через две поехали всей компанией смотреть, что же там все-таки есть, что там нет, вообще что там, какая там ситуация. И вот я думаю, Константин Георгиевич поделится впечатлением, что действительно там происходит, что там нужно делать и что в первую очередь необходимо делать, потому что правильно была затронута тема, что здорово, мы детям научились помогать, мы делаем хорошо и это правильно, но мы забываем про людей пожилого возраста, которые также заслуживают точно такого же внимания, точно такой же поддержки. И в первую очередь, наверное, моральной поддержки с точки зрения внимания, с точки зрения заботы. Я в нашем диалоге, наверное, шагну на шаг назад и скажу, что на Сбертокс меня удивила тема какая. Люди пришли не послушать то, чем готов поделиться Сбербанк, а я увидел, что собралось общество очень активных людей, заинтересованных в улучшении жизни в Кирове, ну и в регионе в целом. И это нам близко, потому что мы хотим менять жизнь к лучшему, не только в стенах своего Сбербанка, но и все, что нас окружает. И как раз здесь заговорили о социальных проектах. И детям мы научились помогать, наконец-то поняли, что не только надо спонсорскую помощь перечислять, не только дарить подарки, не только давать рыбку, но научить пользоваться удочкой. Послушав Владимира Шабардина, я вообще был впечатлен. Право на творчество, супер проект, на мой взгляд. Да, и они такие большие молодцы, что продолжают его. И проект равный равному, когда студенты рассказывают и учат. Меня не оставляет идея еще какого-то практического, может быть, преподавания от компании. МТС бы рассказала, как пользоваться сотовой связью, интернетом, как жить в этом мире. Мы готовы дать некую основу финансовой грамотности, потому что ребята вырастут, выдают из детских домов. Им же надо где-то работать, у них появится личный бюджет. Сейчас за них все решения принимают взрослые. Это большая проблема на самом деле с выпускниками. И мы готовы поделиться не какими-то суперзнаниями, не теорией экономической. Мы готовы поделиться практически простыми шагами. Прикладная информация. Прикладная информация, как зарабатывать, как беречь, как не попасться на уловки, на обманы. И мы с Владимиром сейчас обсуждаем, как сделать уроки, на которые бы мы выезжали. И могли бы для выпускников детских домов что-то рассказывать и совместную такую программу вписать в проект «Равный равному». А если говорить про дом престарелых, то здесь для меня отдельный вызов, чисто моральный такой вызов. Потому что если мы говорим про детей, то мы понимаем, что их надо развивать. Дать им возможность в будущем устроиться и жить нормально. А здесь надо помочь людям достойно провести свои дни. И Светлана, когда нас привезла, сам сильное впечатление от отделения милосердия, 600 человек всего находятся в этом доме престарелых. И 300 из них не ходят. И вот тут вот такой вот вызов. А как им помочь-то вообще? Как им помочь? Они там постоянно живут, заперты в четырех стенах. И вопрос, на мой взгляд, даже нематериальный. Все содержится. Есть социальное отчисление, есть нормы какие-то государственные, есть лекарственное обеспечение, еще что-то. Но людям не хватает общения, не хватает какого-то уюта, потому что, как мы с вами понимаем, ни в какие социальные нормы, там, не знаю, постер на стене, картинка и какое-то вязание не входит. А ведь люди там одинокие, им это никто не принесет. И сейчас мы думаем, мы начали уже, не то, что мы там сидим, думаем, консилиумы какие-то проводим. Просто начали помогать им. Там и партнеры подтянулись, и неравнодушные люди, центр практикум, и концерты делают. И есть еще ребята, кто уже приехал туда, и нам собрали какие-то идеи. Мы просто просили людей, спросили, что они хотят, чтобы им подарили на Новый год. И сейчас мы там силами сотрудников профсоюза соберем эти подарки, отвезем, практикум сделают, концерт. Мы понимаем, что людям важно общение. И вот в этом проекте, на мой взгляд, основная история, как не дать угаснуть волонтерскому движению, чтобы люди, не знаю, любых возрастов пришли, провели какое-то там время, о чем-то поговорили, рассказали даже, что просто сейчас в жизни происходит, посидели с этими людьми и поговорили. Летом, возможно, вывели погулять. Потому что нормы нормами, не хватает нянечек людей. Всех 300 человек, представьте, сколько надо иметь санитаров, чтобы всех вывезти погулять. Там куча всего другого. Вот этот проект, я считаю, что он очень достойный будет. И мы там силами сотрудников стараемся его реализовать. Вот это очень важно то, что вы подчеркнули, потому что с самого начала Константин Георгиевич сказал, что у Сбербанка основное направление в благотворительной деятельности – это дети. Вот генеральная линия у генерального Сбербанка. Но это федерального Сбербанка касается, да? Поэтому мы представляем здесь Сбербанк, и это линия Сбербанка, соответственно. Поэтому история про стариков – это история уже конкретных людей, просто конкретных людей, которые работают в Кировском офисе. Они сами принимали решения для себя. Это такая личная уже история для нас. Да, личная история. Надо обязательно сказать спасибо Сане Васильевне Никитиной и Юнблюд, которая представляет фонд Иоанна Богослова, которая им долгие годы, постоянно, регулярно, как раз помогает Дому престарелых на Ленина-200. И именно она инициировала все наши эфиры, которые были посвящены Дому престарелых в прошлые годы. И, собственно, я про неё вспомнила на нашем с вами Сбертоке, именно потому что очень сильная была её история. Но до этого момента я как-то не решалась съездить туда. Вот с коллегами из Сбербанка поехала. Ну, потому что, видимо, чувствовала, что, наверное, какая-то поддержка будет, и я понимаю, что её не бесполезно. Очень страшно ехать, понимая, что пользы от тебя не будет никакой. Там ситуация-то вообще не такая, как у нас в детских домах, например, в которых мы с тобой хорошо, они знакомы тоже, да? Потому что вообще дома престарелых претерпевают реформу сейчас, они сокращаются по всему, по всей стране. Их объединяют. В нашем доме престарелых живут люди не просто вот там, понимаешь, вот, например, нам показывают комнату, где парочка, муж и жена, они просто сейчас вот им дали комнату, но они живут в отделении, где живут люди, только что зоны вышедшие, и они очень специфические, очень. И эти люди живут в комнатах по 3-4-5 человек. Там же коллеги без рук, без ног, понимаешь? И вот это всё в одной. Там есть отделения какие-то, разделения, но это невозможно, потому что нет новых корпусов, их невозможно разделить. Помнишь, мы говорили о том, что бабушки одинокие, они очень не хотят жить рядом с людьми, которые асоциального поведения абсолютно страшно. Ну, есть такие проблемы, конечно, да. И много раз говорили о том, что вот как раз проблема с тем, что их нужно вывезти погулять, с ними поговорить, это только, это чисто волонтёрская проблема, да? Она решается так во всём мире. Это люди, которые регулярно ездят, читают книжки, кормят мороженое, как Сусанна Васильевна говорила. Вот к ним достаточно приехать с мороженым, кормить с ложечкой, слёзы будут течь вместе с мороженым просто, понимаешь? Люди, насколько это важно там, да, понимаешь, вот эти все вещи. Кто туда ездит постоянно, да, они прям по именам всем знают, что у тебя произошло, как у тебя что было. И вот задача, которую сейчас Ольга с Константином Георгиевичем обозначают, это создать крупное ядро сообщества волонтёрского, которого пока нет. Не одноразовую акцию. Не одноразовую акцию. А именно сообщество, которое бы стабильно занималось этой деятельностью. И хорошо бы вывести, конечно, это на уровень такой, как работает дорога и добра, когда это уже тоже профессионально достаточно. То есть волонтёры, которые посвящают этому часть жизни и улучшают таким образом шаг за шагом жизни этих людей. Вот это глобальная такая задача тоже, да, я согласна, что это вызов. Мне бы хотелось, чтобы мы нашу с вами историю новогоднюю закончили, как и начали, праздником всё-таки. На позитивную ночь. Да, на позитиве, чтобы мы ушли. Да-да-да. С эфиром. Ну, вообще, каждый раз позитив пытаемся создать, потому что и на Ленина 200 будет снова классный концерт, и подарки. И это очень круто. И тем более, что новые друзья приобретаются, да. Но тут рассказывали коллеги о том, что у нас тут взлетающие там ёлки или самолёты из ёлок. И ещё какие-то вещи по городу появляются. И поезда. Поезда, уходящие вдаль. Расскажите, как вы участвуете в благоустройстве и обустройстве города к Новому году? Ну, мне очень приятно, что нам в этом году удалось порадовать кировчан новыми ёлками в городе, да. И надувной Дед Мороз со Снегурочкой Новоровского-Горького. И вы поставили ёлку в аэропорту, который сейчас встречает всех гостей города. Она символична. На верхине ёлки вместо звезды самолётик. Ах, как жаль, что теперь победа не летает. Чаще летаете другими авиакомпаниями. А дорого, дорого, очень, к сожалению. Да, на экскурсию хорошо. Да, можно совершить экскурсию. Теперь в аэропорт можно на экскурсию. Там самолёт. Да, и на Октябрьском проспекте, прямо напротив памятника Кирову, нам тоже удалось сделать красивейшую ёлку, рядом с которой яркий поезд везёт подарки. Везёт кировчанам подарки. То есть вот то, что мы видим в рекламе, да, не помню, чья, ну ладно, это невразно. Праздник к нам приходит? Да, праздник к нам приходит. Как ты не помнишь, чья? Чья, чья. Куга-кола, да, хорошо. Вот то, что мы видим в рекламе, теперь это есть в Кирове, можно пойти сфотографироваться. В самом центре можно сфотографироваться. И приглашаю всех к нашему офису на Дериндяево. Там замечательный камин, в котором круглые сутки горит огонь. Бывшая велосипедная. Бывшая велосипедная. Мне это порадовало очень. А это, кстати, Сбер меня натолкнул на эту идею. Я в первом части рассказывала, что мы сегодня в Зусе обсуждали, как нам наше окно превратить в камин. Это я у вас прогрел. Креатив наших сотрудников. И снеговик, внутри которого бывший банкомат, а сейчас он всех поздравляет с Новым годом через свой экран. Да, тоже ёлка. Отличная получилась фотозона. Всех приглашаю. Ну и у филармонии будет красивый шар, арка. Там тоже можно быть фотографировано. Обязательно. А вот эта история про то, что наши вчера практиканты, ребята из опорного вуза собирали материал для новостного отдела, чего не хватает кировчанам в новогоднем украшении города. Они как раз говорили, кировчане, что хорошо бы, чтобы город тратил денег на театральную площадь поменьше. Нет, вообще на все украшения поменьше, а компаний побольше. Вот, пожалуйста, пример того, как компании могут включаться в эту историю. И замечательно. Да, я тебе должна сказать ещё, что, насколько я поняла, вчерашних наших опрошенных слушателей, люди говорили, что очень большая концентрация внимания вокруг театральной площади и украшения именно театральной площади. И совсем немного внимания достается другим районам и другим точкам. Так вот, пожалуйста, хороший пример. А я другое поняла, что как раз говорили, зачем тут распыляться? Давайте всё ухнем на театральной площади. В общем, сколько людей, столько и вы. Люди живут не только на театральной площади. Согласна. И там отнюдь даже и не живут. И даже в аэропорт стоит съездить, чтобы посмотреть, как там украсили всё к Новому году. Спасибо. А про компанию, Светлана, я подержу. Да, мы своим примером. Мы не словами хотим говорить о том, что давайте улучшать жизнь в городе. Мы просто своим примером это делаем. Да, и у нас даже есть идея, о которой, дай бог, мы расскажем ещё в этой студии. Спасибо. Спасибо, коллеги. Спасибо, друзья. Ольга Рудакова, Константин Подвальный, ПАО «Сбербанк». В нашем доброй двухчасовке мы её завершаем. Новогодним нашим эфиром, предновогодним. Анна Лапшина. И Светлана Занько. Всем хорошего дня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова